Здравствуйте! В этом клипе я хочу продемонстрировать вам рабочий прототип решения стыка мобильного телефона, мобильного приложения с контакт-центром производства ВЭ. На мобильное приложение будет передаваться EWT, это Expected Wait Time, предполагая время ожидания ответа, состояние скилла. И мобильное приложение будет позволять поставить вызов в очередь на обратный звонок. То есть будет сделан запрос с мобильного телефона, с приложением мобильного телефона, сделан запрос на обратный звонок, и причем при запросе обратного звонка будет уведомляться телефон о предполагаемом времени ожидания, ответа оператора и состоянии позиции в очереди. Что у нас тут есть? У нас есть мобильный телефон производства Apple с прототипом приложения. У нас есть телефон производства ВЭ. Это агент контакт-центра, оператор контакт-центра. В данный момент он залогинен, но находится не в состоянии доступности. На мобильном приложении мы видим, что у нас передается EWT 65534. Это дефолтовое состояние, когда операторов нет в скилле. Соответственно, и написано, это же ноты выводы, то есть операторов нет. Вот я перевожу телефон в состояние доступности оператора, в состояние доступности, и у нас меняется состояние. Видите, время ожидания 0. То есть предполагаемое время ответа оператора 0 секунд, потому что он единственный в скилле, и он доступен. Соответственно, это же EWT. Вы видите, поменялось статус. Кнопочка «Позвонить» с того активный. Теперь на нее можно нажать. Что такое 1500? 1500 – это номер, куда будет производиться обратный отзвон. Этот стенд не подключен к городской сети. Соответственно, если бы он был подключен, тут можно указать номер мобильного телефона. А сейчас это номер СИП-клиента, который установлен здесь. Вот он, он зарегистрирован. Соответственно, на него можно позвонить на номер 1500. Эти два клиента никак не связаны друг с другом. Они сами по себе совершенно отдельные. Значит, вот, ну, у нас при апдейте меняется статус. Значит, соответственно, вот у нас готово. Мы нажимаем кнопочку «Позвонить», и у нас раздается вызов на телефоне. Видите, ваш вызов поставлен в очередь, ожидайте ответа оператора. Агент, он доступен. 1180 – это дефолтовое ИВТ, которое настраивается в скелле для передачи в случае, соответственно, постановки в очередь. Значит, я беру вызов. Начало набора любую кнопку. Идет соединение с абонентом. Вот мне пришел входящий вызов. Соответственно, я отвечаю. Раз, два, три. Соответственно, видите, когда оператор был доступен, то вызов пошел моментально. То есть, телефон сделал запрос через кнопочку «Нажать позвонить», сделал запрос в систему. Система поставила фантомный вызов в очередь. Этот вызов был распределен на оператора. Оператор поднял трубку и пошел обратный звонок на вот этот номер 1500, который указан на мобильный телефон. Соответственно, в процессе установки, постановки в очередь, пришло сообщение о том, что ваш вызов был поставлен в очередь. Теперь самое интересное, что будет, если будет очередь? К сожалению, на одном телефоне, вообще на таком стенде невозможно показать реальный ИВТ, потому что ИВТ рассчитывается только при большом количестве операторов. Поэтому тут ИВТ, естественно, меняться красиво не будет, потому что оператор всего-навсего один. Но при большой нагрузке в контакт-центре, все, естественно, будет меняться корректно. Значит, я создаю занятость на этом телефоне. Это я просто занял. То есть, оператор занят, но он активен. Теперь, соответственно, вот у меня поменялось ИВТ, стало 180. Соответственно, предполагаю, что через 180 секунд оператор ответит. Теперь я говорю «Позвоните». Ваш вызов поставлен в очередь, ожидайте ответа оператора. Сейчас в очередь уже встал вызов. Видите, предполагаемое время ответа оператора 180 секунд, позиция 1. Тут 360 стало, потому что это вот это время ИВТ, это время для этого конкретного вызова. А это время ИВТ, это время для скилла целиком. То есть, соответственно, если первый ожидает через 180 секунд, то следующий вызов будет уже через 360. Поэтому тут время, соответственно, увеличилось. Значит, но самое интересное, позиция в очереди 1. Если мы свернем приложение... О, ваш вызов ожидает ответа оператора. То есть, на самом деле, мобильный телефон, он может вообще просто лежать. То есть, человек поставил его в очередь, он стоит в очереди, человек может пользоваться дальше своими телефонами, но ему приходит пуш сообщение о том, что ваш вызов ожидает оператора, время ожидания 180 секунд, позиция в очереди 1. То есть, если много вызовов в очереди, то тут время ИВТ будет динамически меняться, когда вызов подходит. Теперь давайте положим трубку. Вот пришел наш вызов, который стал в очереди. ...кнопую кнопку. Идет соединение с абонентом. Вот наш вызов. Вот такое, на мой взгляд, крайне интересное решение. На самом деле, через эту технологию можно не только приложение мобильного телефона, естественно, делать, но и все это благополучно с веб-сайтом можно организовать точно так же, указывая, естественно, как номер мобильного телефона, ну, как номер для отзвона, любой номер, что мобильного телефона, что любой другой. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.